Я предложу нашим зрителям необычную тему поразмышлять о том, что общего у Воскресенского собора в Арзамасе и Казанского собора в Санкт-Петербурге. А они есть, эти незримые связи. Итак, Казанский собор построен на Невском проспекте в 1801-1811 годах архитектором Алексеем Никифоровичем Воронихиным в стиле русского классицизма. Для чего? Для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божьей Матери Казанской. И с его возведением началась золотая эпоха российского храмового искусства. А предыстория такова. До Величественного собора на этом месте еще в 1737 году была освящена придворная церковь, построенная в стиле барокко. И в нее был привезен тот самый чтимый образ Богоматери. А в 1745 году здесь венчались Петр III и Екатерина II. Вот с тех пор в храме венчались члены царской семьи. Однако Павел I задумал превратить эту небольшую церковь в огромный собор, который был бы похож на главный храм католического мира – собор святого Петра в Ватикане. И вот в 1800 году граф Салтыков подсуетился перед Павлом, сумев добиться того, что работы по созданию такого грандиозного сооружения поручили его бывшему крепостному Андрею Воронихину. Закладка храма произошла в 1801 году, но уже при участии нового императора – Александра I. А после Отечественной войны 1812 года он приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Иларионович Кутузов, помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. Но в 1932 году собор был превращен в музей истории религии и атеизма, а с 1991 года вновь стал действующим храмом, правда, несколько лет сосуществовавший с экспозицией музея. В конце 1990 года именно в этом здании, на чердаке музея истории религии и атеизма, обнаружили мощи преподобного Серафима Саровского. Воскресенский кафедральный собор – главное украшение Арзамаса, был также построен в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Заложен в 1814 году и строился целых 28 лет. Вот что писал известный архитектор-реставратор Николай Померанцев. По общему облику и прекрасным пропорциям Арзамасский Воскресенский собор не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами. Его проект также в стиле русского классицизма выполнил талантливый арзамасец. Сначала ученик художника Александр Ступина, а затем ученик архитектора Алексея Воронихина, того самого автора Казанского собора. И имя ему Михаил Петрович Коринфский. Правда, в Арзамасе его называли почему-то Веренцовым. Отделочные работы в Арзамасском соборе длились 21 год. Его расписывали ученики Арзамасской школы живописи Осип Серебряков и его сын Александр. Впоследствии Осип вступит в число братьев Саровского монастыря, а принадлежащий его кисти портрет преподобного Серафима станет самым известным иконописным изводом образа этого святого. Царские врата иконостаса украшали иконы Христа и Богоматери, работы профессора живописи Алексеева, зятя Ступина, который позже расписывал и Исаакиевский собор в том же Петербурге. Эти иконы не имеют рис, как представляющие произведения искусства. Правый предел посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю русского воинства и лично тогдашнего государя-императора Александра Первого, победителя Наполеона. Кстати, в Арзамасе перед началом строительства также был разобран обветшавший собор Воскресения Христова, который стоял, правда, в другом месте города. А вот здесь, на месте нового, когда-то находились деревянные домики обывателей, которые у них выкупили, а потом разобрали. На освящении собора 15 сентября 1840 года присутствовало более 12 тысяч человек. Историк Николай Щегольков писал, другого подобного торжества в Арзамасе, вероятно, уже не будет. Однако, когда мы в июне снимали эти сюжеты, меня поразили грандиозные работы на Соборной площади и вокруг нее. Их масштаб действительно восхищает. Поэтому думается мне, что по их завершении и при праздновании какой-либо круглой даты народу здесь может собраться гораздо больше. Сейчас трудно представить Арзамас в то время. И даже в начале 20 века. А вот тогда в этом небольшом городке возвышалось более 30 приходских храмов и 4 монастырских ансамбля. Весь город как будто представлял собой единый монастырский ансамбль. Но когда началась векханалия по уничтожению храмов, сюда приезжали авторитетнейшие ученые из Эрмитажа, которые написали письмо советское правительство с просьбой сохранить, я цитирую дословно, неповторимый силуэт города Арзамаса, равного которому нет в Европе. Но, к сожалению, к мнению специалистов тогда не прислушались, и от 40 храмов остались неразрушенными только два. Это древнейший в округе Преображенский собор Спасского монастыря, а второй как раз Воскресенский собор. Его собирались взорвать, но из-за сильного возмущения жителей просто закрыли. Потом были разработаны планы перестроить собор в Дом Советов. Но они, к счастью, не были воплощены в жизнь. Сначала собор использовали как общежитие для нескольких сотен политзаключенных, строивших в Арзамасе важный военный объект. Потом в нем устроили музей истории и религии по образцу Казанского собора в Петербурге. Вот так Воскресенский собор повторил судьбу Казанского. Между прочим, когда уроженец Арзамаса Иван Николаевич Старогородский стал патриархом Сергием, одной из первых была его просьба в адрес председателя Совета по делам религии об открытии для богослужения Воскресенского собора в Арзамасе. Его просьба была удовлетворена, и храм открыли в 1947 году. И надо сказать, что это один из немногих уцелевших в Поволжье кафедральных соборов. Интересно, что в бытность его музеем туда были перенесены все наиболее почитаемые в Арзамасе святыни. Например, из Ильинского храма принесли главную святыню города, честной и животворящий крест Господень, с которым связана интереснейшая история, которая достоина отдельного рассказа. Символично и то, что после второго обретения мощей преподобанного Серафима Саровского по пути их следования из Питера в Дивеево патриарх Алексей II отслужил здесь молебен. А в заключение очерка я приведу слова Аркадия Гайдара. Городок наш Арзамас был тихий, похожий на монастырь, Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в 60 километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками. И эти угодники переманивали все чудеса к своему месту. Но вот здесь он слегка ошибался. Ведь Серафимова земля это и Арзамас, и Дивеева, и Саров. А некоторые саровские монахи находились не за 60 верст, а в самом Арзамасе, поскольку совсем рядышком, в сотне метрах от Воскресенского собора, внизу, на берегу тихой реки Тёши, находилось подворье нашего, Саровского монастыря. Но это уже совсем другая история.